Ленты новостей федеральных изданий пестрят сообщениями о распространении вируса Коксаки в российских регионах. Оказалось, вирус не новый. Медикам и эпидемиологам он давно известен. Типичные симптомы Коксаки – лихорадка, сыт, диарея, слабость, тошнота, боль в горле. Кстати, Коксаки также известен как кишечный грипп. Вирус Коксаки – это как бы один из генотипов энтеровирусной инфекции. То есть это энтеровирусная инфекция, которая у нас в принципе всегда регистрируется ежегодно. Она имеет летний-осенний подъем, летнюю-осенную сезонность. У нас она регистрировалась, как бы я повторюсь, ежегодно. И в этом году тоже у нас начались единичные случаи. В зоне риска чаще всего дети. Взрослые, как правило, могут являться лишь переносчиками. Вирус может передаваться различными путями. Но чаще всего заражение происходит через пищу и необеззараженную воду. В основном его привозят, вот если в зимнее время, для нас оно не очень характерно, с Таиланда. Отдыхают в бассейнах, купаются, вот такое заражение идут, друг от друга передается. Дети купаются, как правило, ныряют в воду, из бассейна глотают. И таким образом происходит заражение. В таком случае медики рекомендуют контролировать купание детей в водоемах и бассейнах, мыть продукт кипяченой или бутылированной водой, а выпить сезон, носить маски и чаще мыть руки. Кстати, если организм уже перенес атаку коксаки и человек переболел, образуется стойкий иммунитет. Повторного заражения именно этим вирусом не будет. Однако надо понимать, что другими типами, даже с аналогичными симптомами, заразиться вполне вероятно. Инкубационный период коксаки длится не больше недели. Самые распространенные формы, которые мы регистрируем у себя, это у детей, как правило, организованных. Высыпания идут на ладонях, на стопах и высыпания во рту. И герпангина, может, тоже слышали такое достаточно распространенное заболевание. Это не имеет никакого отношения к вирусам герпеса. Это вот как раз одно из проявлений интервирусной инфекции. Инфекционное заболевание представляет большую опасность не только для детей, но и для всех тех, у кого ослаблен иммунитет. Однако в целом эпидемиологи отмечают, в этом году в регионе гораздо меньше рецидивов заболевания, чем, например, в прошлом. Сейчас в ноябре тоже единичный случай регистрируется. Всего за 10 месяцев текущего года у нас регистрировано 43 случая интервирусной инфекции. Она определяется в референс-центре. Вот в прошлом году мы отправляли, у нас было зарегистрировано 73 случая, то есть мы в этом году практически в полтора раза ниже. Также в Роспотребнадзоре добавили, в целом эпизобстановку в регионе можно назвать стабильной. Коллективный иммунитет у населения есть. На этом фоне идет снижение заболеваемости того же ОРВИ на 10%. Мария Костолева, Владислав Ковалев, День с толком.